Всем привет, зрители и подписчики! Канал Эрик Антона, Фиэт, Малыш Футболист и сегодня поговорим о задании Кубок Феерии Галаса. Ребят, выполняется он в товарищских матчах, что именно нужно делать, я расскажу подробно. Лайк, подписка, колокольчик, ну а если уже сегодня вы хотите купить себе любимого футболиста, может быть героя Галаса или просто какого-то топчика, то следующие 30 секунд видео для вас. Ну а если вы хотите купить себе любимого футболиста, может быть кумира или просто любимчика, то сайт Автофуд для вас. Купить монеты FK24 с автодоставкой и системой антибан. Также получить по бонусной программе кэшбэк и можно будет купить дополнительно любую игру, подписку на Xbox, Playstation, Steam, ребят. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Поехали! Погнали! Так, друзья, давайте разбираться. Чтобы получить просто краучек героя Галаса, нужно забить 10 голов в товарищских матчах Ultimate Team. Как попасть в товарищские матчи и что там нужно делать, расскажу чуть подробнее. Дальше нужно забить 8 голов прицельными ударами. Ребят, у меня есть видео на канале, как забивать прицельными ударами. 6 голов забить дальними ударами. Ну, по сути, когда вы будете забивать прицельными, да, забивать прицельными не обязательно издалека, но красивее, конечно, делать издалека, из-за штрафной. Да, мастер дальних ударов выполняется именно голами, я уверен, за штрафной, но опять же будем проверять. Забить 3 гола головой в товарищских матчах, забить 6 голов с лету, ой, 4 гола с лету, сыграть 10 матчей и выиграть 8. Ребят, куча наборов, просто немыслимое количество. Ну и бесплатный крауч, ребят. Это просто феноменально. Плюс вы получаете опыт, а опыт нам позволяет выполнять задания по сезону и стремиться к получению игрока Колуму Ани, француза, про которого я говорил. Вы можете из этого задания нажать треугольничек, перейдете сразу в товарищеский матч и там нажать, соответственно, выбрать Кубок Ферия. И здесь все просто, ребят. Общий рейтинг команды у вас максимум 89. То есть у вас игроки, если бы не вот следующий показатель, могли бы идти выше рейтингом. Вы могли просто на замене посадить бронзу или серебро, и у вас бы понизился общий рейтинг, и в составе могли бы быть игроки 90 и даже 91 рейтинга и выше. Но, но, есть ограничения. Я спорт прочухал, что мы делаем с вами, да, когда закидываем на замену бронзу и серебро. И сделал ограничение, что, да, рейтинг 88, ой, 89, но 90-х игроков у вас в команде быть не должно и выше. К сожалению, это так, даже ни одного игрока. Что делаю я обычно? Я беру, делаю копию состава своего основного. Захожу в них уже в копию, да, чтобы свойственный состав там ничего не рушить, так сказать. И здесь начинаю уже выбирать. Меняя одних игроков, убираю, понятно, всех игроков 90-го рейтинга, да, и выше. И закидываю игроков, соответственно, рейтинга 89, да, или ниже тех, кто мне интересен. Тем, может быть, кем я хотел бы поиграть, но не играл, так как играл отборочную в Экенд Лигу или в Экенд Лигу и не рисковал выпускать там слабых игроков. И здесь уже можно прям откровенно поиграть по фану. Что бы я советовал? Я бы советовал поиграть 5-6 матчей просто так. Тем более в этом режиме игроки иногда рвут связь после первого гола. Иногда игроки, сам матч длится намного короче в товарищеских матчах. Ну, по крайней мере, в последнее время это так. В этих заданиях, которые даются для товарищеских матчей, там время прям быстрее крутится. Откровенно, это заметно. 5-6 матчей отыграть, посмотреть, чего не хватает, и потом уже сосредоточиться именно на том, чтобы выполнить оставшиеся задания, ребят. Но здесь на ваше усмотрение, ни на чем не настаиваю, как хотите. Я в любом случае советую и сам тоже буду выполнять эти задания. Ну что, ребят, лайк, подписка, колокольчик, любите футбол, играйте в ФК24. Хорошего дня или вечера, где бы вы ни находились. Всем пока.